приветствую всех из одессы друзьям ну что ж сегодня необычный немного волнующий даже выпуск я бы сказал потому что сегодня мы будем играть на чемпионате мира за сборную украины наконец-таки причем группа у нас откровенно говоря рабочая посмотрите аргентина украина ирландия и исландия до аргентина конечно здесь без вариантов скорее всего но за вторую строчку мы вполне способны побороться да и в принципе из этой тройки украина ирландия исландия мы я думаю выглядим наиболее предпочтительно давайте заглянем другие группы тем более что там уже произошли игры первого тура испания венгрия швеция австрия группа же испания венгрия держали по победе венгрии обыграли шведов тут все без сюрпризов да они лидируют группе с германии и мексика разыграли и дожитивную ничью 3-3 группе е играют соединенные штаты америки италия финляндия уэльс штаты пока иду своими очками а итальянцы скрали в ничью с финнами тут тоже ничего удивительного кроме того что италия играть на чемпионате мира на группа d бразилия чехия румыния польша здесь конечно обидно что поляки проиграли свой матч но проиграли они его бразильцам поэтому у них что тоже все впереди португалии нидерланды китай норвегия группа c португалии нидерланды победили в первом туре тут все без сюрпризов англия греция шотландия канада тоже интересная группа для англии англии в одной группе шотландии какие на настоящем чемпионате мира не хватает им еще соединенных штатов здесь но и группа а франция бельгия новая зеландия австрия здесь в принципе сюрприз бельгия сыграла с новой зеландии 22 в первом туре ну и в гонке бомбардиров чемпионата мира мы видим что тима вернер уже отличился тремя мячами в этой перестрелки со сборной мексики ну дальше идут бруно фернандеш андерс анталиста из сборной бразилии ну и два бельгийца там уже все по одному мячу ну в принципе есть есть над чем работать роману веримчуку такая конкуренция серьезно у него будет на этом чемпионате мира у нашего лучшего галеодора чемпионата испании ну и таблицы ассистентов мы видим что по 2 2 голевые передачи уже убрать степа и сержа гнабри здесь тоже у наших ребят такая неплохая конкуренция супков цыганков гуляй нога это те кто любят раздавать голевые передачи но гуляй нога еще любит забивать в общем будет будет у них с кем поспорить ну и давайте уже сразу перейдем наконец-таки к игре первые два тура мы сыграем с испании и сорвандии матч с аргентиной у нас про запас я думаю мы должны решить все свои вопросы уже в первых двух стартов встречах но здесь не без сюрпризов ребята на чемпионате мира я решил сыграть с другой схемой 3 5 1 1 либо 361 даже вот с таким вот ромбом много в видоизмененным малиновских переграет под верим чеком гуляй нога сместился немного правее помогать сыганкову прикрывать его панк также такая задача задача стоит у шапаренко прикрывать зубкова если что ну и тройка защитников матвиенко забарный качараба ну сыграем немного другой тактика для разнообразия и возможно это решит наши проблемы в обороне не знаю возможно и добавить нам проблем посмотрим как она будет матчей с исландией но в любом случае для того чтобы не играть в принципе то же самое что мы играли в чемпионате испании тем же составом той же расстановка только ну по сути немного тот же компот под другой этикеткой поэтому сыграем хотя бы другой расстановкой посмотрим посмотрим еще раз говорю как она пойдет ну что же приступаем первый самый ответственный матч с исландией выиграем в нем и в принципе половина дело уже сделано ну что ж тактика другая но начинаем мы с мячом начинал цыганков по стрелке хорошая открывать но катя уже положение вне игры нет не будут а все-таки да в сайт отлично перепадываем и мяч на сопине поля малиновский ай-яй-яй хорошая передача от малиновского но не проходит она а вот и передача за спину нашей тройки в обороне ну и мяч покидает счастью пределы поля высоко нас пытаются встречать и футболисты сборной исландии но нам удается выйти из-под этого прессинга и цыганков отдает уже передачу хорошо мячу малиновского но не под левой ногой он отдается шапаренко шапаренко она зубкова и тот пробивает и крестовина спасает ворота исландии но мяч на подборе за нашими ребятами гуляй нога передача в штрафную не доходит она до еремчука где-то подборе зимченко но неудачно играет саша ну а вот здесь он тут как тут на подборе и отлично видит он еремчука провал в обороне у исландии нужно открывать счет еремчуку и с легкостью делает это наш лучший бомбардир 1-0 мы повели отлично отлично пока мы ведем игру ну и ведем в счете ну и в атаке исландии кто тут на подстраховке шапаренко хорошо но это наша контратака должна быть ну зачем же было давать свисток судья зимченко комбинируем мы отличное открывание цыганкова ну и что 2-0 нужно делать ай-яй-яй не влетает мяч в тетку ворот исландии сигурдсон в атаке исландия первая их опасная атака в этом матче но здесь хочу раба внимательно нужно сохранить мяч и вынести его подальше от наших ворот отлично гуляй нога играет головой что для него не характерно малиновский видит он гуляй ногу гуляй нога снова по флангу вот его новая поставь сегодня ну и мяч уже казалось залетает ворота но в итоге мимо пробивает роман как так это не похоже на него ну отлично просто железобетонно пока мы играем в обороне снова предлагает себя гуляй нога но передача узинченко не выходит хорошо шапаренко в очередной раз на переплате играть как отлично он играет и снова малиновский видит врывок гуляй ноги ну очень активен гуляй нога но на этот раз не будет отдавать передачу сам пробивает дима но вратарь спасает сборную исландии смотрим еще раз на этот удар до жаль подача тугов все того же гуляй ноги мяч вроде покидает штрафную исландии но находит ногу шапаренко тут пробивает но удар заблокирован последние минуты первого тайма но еще есть время поиграть еще есть время на хорошую атаку владеем и мячом на поле поле исландии гуляй нога снова себе предлагает гуляй нога снова пробивает поворотом на этот раз вратарь неудел 2-0 мы ведем просто рвем мы исландию хорошая игра от наших ребят отлично хачараба как питон вцепился в игрока исландии ну и на этом пока свисток на перерыв хорошо 2-0 хороший задел в атаке исландцы это опасно это очень опасно ну и мяч влетает предательский в ближний угол ворот гущана но положение вне игры слава богу зинченко хорошо зинченко ну и что как мы разовьем эту контратаку малиновский на фланге руслан убирает себя под левую снова дает центр на ногу нога под удар шапаренко тот подстраивается под удар но накрывают его но тут будет зинченко на подборе первый хорошо малиновский на шапаренко и теперь можно пробивать а вот так вот зубков на перехвате мячу малиновского малиновского снова неудобно а вот шапаренко еще один удар поворота подача с угол вова на подборе малиновский постоянно под правой ногой мяч у руслана но тем не менее вот такая вот передача в штрафную то там гуляй нога пробивал поворотом эй это не пасли назад был ребята синченко снова просто монстр в отборе ну и передача на ход цыганкову нет это малиновский извините ну и замешкался руслан тем не менее нога на подборе какой удар еще перекладина звенит ну и атака наша захлебнулась ай-яй-яй провал в обороне где наша тройка защитников хорошо что это не положение либо вне игры но на этот раз судя по всему нет и мяч снова в ближнем углу наших ворот но на этот раз 12 игра чуть 20 минут ну это откровенно говоря провал в обороне давайте еще раз посмотрим что делала наша защита непонятно зинченко не успевает подстраховать ну и ребята которые должны играть на этом фланге проспали все на свете гуляй нога сразу рвется к воротам по флангу гуляй нога никто за ним не успевает поэтому гуляй нога просто идет к воротам пробивает выше малиновский зубков а зубков на елемчу к елемчук немного удерживает мяч отдаёт снова на малиновского малиновский видит микро рывок куда-то зубков ну и зубков решает хорошо мастерски в этом В этом эпизоде отличная комбинация и 3-1. Восстанавливаем мы этот паритет в два мяча. Ну, здесь можно посмотреть за шикарным пасом от Руслана Малиновского. Посмотрите, он просто как легонечко катнул под удар Зубкову. Ну, и тому основу столько обыграть вратаря. Кинул он взгляд туда, в створ ворот. Ну, и щечкой пробивает мимо вратаря сборной Исландии. Опасная проникающая была передача, но на этот раз Хачараба насторожает. Ну, и Зубков снова просит мяч. Александр Зубков уходит на приеме от защитника. Зубков пробивает в дальний угол. Ну, все, игра сделана 4-1. Подают стандарты. Солнце на 87-й минуте матча. Ну, вот такая вот скидка грудью на Бущина от Зинченко. Бущан выносит мяч подальше от своих ворот. Туда в борьбу. Зубков, как ускоряется Зубков. Летит он к игроку Исландии, но легко обыгран в итоге Зубков. 89-я минута. Мы уже все ждем финального свистка, конечно же. Ну, а исландцы еще атакуют. Ну, и Бущан вступает в игру. Подача. Это опасно. Хачараба здесь нужно вынести. Ну, и мяч в руках у Бущина. Ну, и на этот раз финальный свисток судей. Отличный результат в первом туре. 4-1. Сверхуверенная победа и по игре, и по результату. А Аргентина-то тем временем в ничью сыграла с Ирландией. Тут непонятно, то ли это Аргентина так слабенько сыграла, то ли ирландцы не такой простой соперник. Тем не менее, у нас 3 очка. Ну, думаю, сыграю в ничью с ирландцами. И дело сделано. С Аргентиной можно будет уже играть более-менее спокойно. Ну, схема 3-5. 1-1, либо 3-6. Один себя показало неплохо. Мы просто не давали продохнуть сборной Исландии. Надеюсь, то же самое мы сделаем с ирландцами. Это не была случайность. Так мы и будем уверены играть на этом чемпионате мира. По крайней мере, вот с такими соперниками. Поехали! Ну, и сборная Ирландии показывает с первых минут, что у нас соперничка-то посерьезнее, чем исландцы. В атаке команда в зеленых футболках Стивенс прорывается по нашему флангу. Тут уже гуляй нога вступает в отбор. Набрасывается на Робинсона Зинченко. Ну, и тут в страхе выбивает мяч в аут. Ну, и фалят на Цыганкове. Здесь можно и карточку показать сразу игроку Ирландии. Каум Робинсон. Опасная атака Ирландии. Разорван наш фланг. Мяч отправляется под удар. Ну, и выносим. И что? Игру рукой увидел Цыганкова судья. Смотрим мы повтор. Ну, как на приеме мог сыграть? Ну, что это такое, судья? Ну, Жора, спасай. Бущан! Не дотягивается он до мяча. Ну, и 1-0 повели Ирландцы, увы. Хорошо, Забарный на перехвате. Это шанс выйти в нашу контратаку. Кто будет открываться? Зубков. Ну, что? Где там Роман Еремчук? Он в штрафной. Еремчук! Ай-яй-яй! Это был гуляй нога. В итоге пробивал он головой. И, казалось бы, мяч уже влетает в дальний угол. Но нет. Он летит мимо ворот. Центром полем пытаемся мы пройти. Снова гуляй нога. Получает мяч. Ну, здесь можно и красную показать. Это был выход 1 на 1. Но судья тянется к желтой карточке. Мяча гуляй нога. Забил он в последнем туре чемпионата Испании. Со штрафного. Что сейчас? Гуляй нога. Удар поворотом. Мимо. Хороший перехват от Цыганкова. Устремляется Витя вперед. Вот Малиновский с мячом. Передача у нас Шапаренко. Тот на Еремчука. Ну, Роман, нужно решить. Боже ж ты мой! Еремчук, что с тобой такое? Просто по небесам пробивает левой ногой Роман Еремчук в упор. Качараба отлично играет. Качараба на святое не поле. Передача туда. Тут Еремчук из глубины играет. Гуляй нога с мячом. Гуляй нога. Финтит удерживает мяч. Гуляй нога. Мяч снова у Еремчука. Еремчук видел подключение Шапаренко. Но передача не проходит. Теперь по за спину нашей защиты. И что? Абущан выходит на мяч. Перекидывает его игрок. Ирландии. Но на подстраховке Качараба. И мы выходим в свою контратаку. Передача на гуляй ногу. Гуляй нога. Устремляется к мячу. Завладевает. Гуляй нога мячом. Передача уже на Еремчука. Ну и тот не забивает. Ну и что? Положение вне игры у Романа Еремчука. Увы. Снова из глубины играет Еремчук. Суть на Шапаренко. Зубков. Зубков. Хорошая передача. Мяч у Малиновского. Тот с левой просто в упор стреляет. Во вратаря. Ну и на этом пока свисток на перерыв. Мы проигрываем. Но имели мы все шансы отыграться. И даже выходить вперед. Ну как и имели шансы ирландцы удваивать свое преимущество. Хорошо. Забарный. Тут нужно внимательно, спокойно сыграть. Вот наиграет в обороне ирландцы. Ну вот наконец-то не ошибаются. А мяч повышает Дима. Гуляй нога. Ну что? Гуляй нога лево. И снова мажет он поворотом. Ну что это за проклятие сегодня? Снова мы смотрим момент из первого тайма. Ну здесь не было никакого гола. Можно даже и не смотреть. Ребята Хачараба. Красавчик. Хуангем атакует Ирландия. Догерки с мячом. Ну сожрал его Матвиенко. Ну а что там впереди? Зубков пока с мячом. Видит Зубков. Гуляй ногу. Но передача идет куда? Он идет на Еремчука. Еремчук сам выгрызает. Просто буквально. Ай-яй-яй. Ну что ж это такое? Ошибка от ирландцев в атаке. Гуляй нога просит мяч. Как Зинченко видит его. Яремчук готов уже замыкать. Наконец-то Роман забивает. 1-1. Ну вымучили мы уже этот гол. Прорыв с нашей обороны. Ну и Гущан спасает в ближнем углу. Подача тугового. Проиграна борьба. Но мяч, слава богу, идет мимо ворот. Зинченко. Хорошо. Внимательно. Нога. Под прессингом. Нога. Видит он Еремчука. Еремчук. Что делает Еремчук? Хорошо комбинирует наши ребята. Но немного не попал в темп с этой передачей. В ногу партнер. Гуляй ноги. Шапаренко туда. Ну что? Еремчук. Роман цепляется за мяч. Но все-таки не добирается до него. А здесь Матвенко. Хорошо. Зубков. Передача в центр. На Малиновского. Малиновского сразу двое буквально накрывают. Малиновский вот только сейчас освобождается от опеки. Мяч отправляется Гуляй ноге. Гуляй нога. Замешкался с мячом Гуляй нога. Последние минуты в атаке Ирландии. Можно бы уже и свистнуть. Судья. Ну все. Думаю вот сейчас будет финальный свисток. Цыганков с мячом. Мы пытаемся выйти в свою атаку. Ну и да. Финальный свисток. 1-1. Непростой соперник конечно сборной Ирландии. Но мы упороли уйму просто моментов. Могли обыгрывать мы все-таки этих неуступчивых ирландцев. И уже со спокойной душой выходить на матч с Аргентиной. И теперь нам придется посмотреть как там дела в турнирной таблице. Ну а в таблице все в итоге не так просто. Проиграла Аргентина свой матч. Проиграли в ней с ланцем 2-1. В итоге сейчас Месси и компания идут на последней строчке турнирной таблицы. Мы ее возглавляем. Но в последнем туре мы играем с Аргентиной, которая будет биться не на жизнь, а на смерть. Ну а нам... Что нам? Нам я думаю подойдет и ничья. В этом матче нам бы выстоять против разъяренной Аргентины. И дело в шляпе. Потому что любой исход при таком раскладе в матче Исландии и Ирландии по идее выводит нас в следующий этап чемпионата мира. При ничьей выйдем мы, ничьей исландцев и ирландцев, выйдем мы и исландцы. Если же победит Ирландия, тогда выходим мы и ирландцы. Ну а если конечно мы проиграем Аргентине, а Исландия обыграет Ирландию, ну тогда дело наше будет плохо. Мы поедем домой. Посмотрим другие группы. В группе G тоже перед последним туром Испания уже практически все свои вопросы решила. Да не все, а все. Потому что играют они. Хотя нет, если они проиграют шведом, а венгрии в свою очередь обыграют австралийцев, то у Испании могут возникнуть проблемы. В группе F уже все. Групповой этап закончен. Германия, да, они выходят дальше. В группе E Уэльс и Штаты проходят. В группе D Чехия и Бразилия. К сожалению, Польша выбивает с тремя очками. Едут домой поляки. Португалия, Нидерланды выходят из группы C. Англия и Канада. Отцепив Грецию и Шотландию. Проходят дальше из группы B. Ну и Франция, Бельгия. Бельгия в итоге исправившаяся. Ну набрали бельгийцы всего 3 очка. Потом сыграли мисс 2 ничьи. Судя по ней это одна победа, одно поражение и одна ничья у бельгийцев. И выходят в ней вместе с Францией из группы A. Посмотрим мы, давайте еще, с гонкой бомбардиров. Тимо Вернер ее возбавляет. 5 голов на счету Тимо. Где наши ребята? Азубков и Еремчук по 2 гола. Ну, еще, в принципе, все возможно. Все возможно. Еремчук, если начнет забивать, а не пороть свои стопроцентные моменты, то, возможно, он станет лучшим бомбардиром этого чемпионата. Но для начала нам нужно не проиграть Аргентине. Ну что ж, важнейший матч, последний матч. Как ни странно, казалось, что после победы ничьей дело уже в кармане. Но вот такую вот подножку нам, как ни странно, поражение Аргентины поставило в итоге. Ну что ж, поехали. Гуляй нога. Сразу в дебюте матча. Гуляй нога получает мяч на фланге. Свободно прорывается по нему. Передача в штрафную. Еремчук бьет выше ворот. Передача к нашей штрафной. Но здесь Хачараба страхует защитника. Это был Цыганков, исполнял роль правого защитника. Мы уходим в свою контратаку. Отличная передача на Гуляй ногу. На этот раз он никого не видит. Пробивает в дальний угол. Ну и мы ведем в счете 1-0. Пробивает игрок Аргентины поворотом. Но это в руки Бущину. Это не опасно. Хорошо. Выходим в свою атаку. Цыганков не увидел рывок Гуляй ноги. Видит он зато рывок Шапаренко. Шапаренко с мячом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коля-Коля. Ну просто по горобцам он запускает левой. Куда он целил? Зачем он целил? Месси по флангу. Де Пауль. Лаутаро Мартинес. Месси. Укрывает мяч. Лионель. Корпусом. Нужно не давать пробивать этим ребятам. Фу! Бущан. Ой, сейчас бы не привезти. В итоге привозит Забарный. Что там? Там Бущан, судя по всему, тащит. Месси. Уже с правого фланга. Передача на Гомеса. Снова отрезана наша оборона. Забарный встает на пути мяча. Ну и что? Это шанс выйти в контратаку. Шапаренко. Видит рывок Еремчука. Отличная передача на Романа. Роман. Ну валят его просто на землю и без фала. Ой-ой-ой. Как убирает Месси Цыганкова. И снова убирает он Цыганкова. Передача в штрафную. Под удар Олтара. Папу Гомес. Но на этот раз уже некому накрыть удар. И 1-1. Снова не очень уверенно. Мы вроде как выходим из обороны. Но в итоге какая атака. Мяч у Гуляйнаги. Нужно уходить на второй тайм. Ведя в счете. И гол на счету Романа Еремчука. Гуляйнага. Хорошо. Гуляйнага. Ну что это за выход снова от Гуляйнаги. Неужели это привоз? Матвиенко страхует. Мы можем... Ах! Не дает судья выйти в еще одну контратаку. Но тем не менее. Мы ведем в счете. Это хорошо. Нужно немного подосвежить Сантерполе на второй тайм. Подустал. Наелся уже Зинченко. Третий матч играть к ряду. Цыганков справа. Ну, пожалуй, наверное, выйдет. Хочется выпустить Ермолу, хотя он будет, скорее всего, не успевать. А что, если выпустить Зубкова, а вместо Цыганкова мы выпустим на поле Мудрика. Он все-таки пошустрее, как-никак. Вот так вот и сыграем второй тайм. Хорошо. Ошибается Аргентина в дебюте тайма. Зинченко. Зинченко идет к воротам аргентинцев. Перед уходом. Ай-яй-яй. В руки Мартино запробивает Александр. Провал у нас по флангу. Это очень опасно. Где вся защита? Никто не выбрасывается на Папу Гомеса. Но Забарный. Хорош. Забарный. И что? И мы выходим в свою контратаку. Зубков. Пока еще по левому флангу идет к воротам Зубков. Зубков может забивать. Он уже показывал это в прошлых матчах. И делает это сейчас Зубков 3-1. Отлично. Отлично, ребята. Но сразу же Аргентина идет в свою атаку. В левом месте с мячом. Это очень опасно. И под Бущаном пробивает. Кто это был? У Алтара Мартино скажется. Еще 3-2. Шапаренко. С мячом. Ермчук отдает на гуляй ногу. Гуляй нога. Пробует убрать оппонента. С мяч у Шапаренко. Тут пробивает в дальний угол. Месси. Снова по флангу. Это очень опасно. Какая передача в нашу штрафную? Де Пауль убирается. Защита. С мяч у Алтара. Не пробивает тот. Фуууух. Хорошо. Выходим мы вперед. Зубков уже по правому флангу. Зубков подает в центр, нога Нога, хорошо, мы удерживаем мяч В итоге он доходит до Еремчука И уже в упор он пробивает поворота Ну, гуляй нога Нужно было вступать в борьбу В итоге в нее вступает Зубков, Малиновский, но потерян мяч Опасно, очень опасно атакует Аргентина По центру Вачельца, Волтара Туда, надо Родриго де Пауля Накрывают тому удар Ну, в итоге, в итоге мы можем выйти в свою контратаку Какая отличная скрытая передача на ногу Нога на Малиновского Тот прокидывает себе мяч Там уже ждет передачу Еремчук отправляет мяч В итоге в противоход вратарю Роман И это 4-2, мне кажется, дело сделано Мы в 1-8 финала Хорошо, Степаненко на переплате не дря вышел Топоренко, Еремчук Передача на Малиновского Малиновский ждет своих Видит Малиновский по флангу Подключение Зубкова Но в полях Или там положение вне игры Да, было положение вне игры У Зубкова, увы Продирается сквозь нашу оборону Бущан спасает Но нужно выходить, выходить В итоге пенальти Но, слава богу, уже 91-я минута пошла матча Можем мы позволить себе пропустить Но Бущан не может позволить пропустить Но Месси все-таки обыгрывает Жору 3-4 Ну, мы просто будем докатывать уже откровенно Последние минуты этого матча Судья это все видит Аргентина даже не пытается выйти в прессинг В итоге мы побеждаем И Аргентина едет домой А мы едем в 1-8 финала чемпионата мира Кто бы мог подумать Аргентина едет домой А мы играем в 1-8 финала С нашими старыми знакомыми Сборной Швеции С которыми мы играли не так давно В плей-офф чемпионата Европы Ну, смотрим на другие пары Англия обыграла Бельгию 3-0 Бразилия уступила Нидерландам 0-1 Германия сыграет со штатами Мы со шведами Ну и еще остальные пары 1-8 финала Видим, что Португалия по пенальти одолела Чехию Франция преодолела сопротивление Канады Легко 4-1 Итальянцы отлетели от мексиканцев 2-4 Итальянцы, которые и не должны были играть В этом чемпионате мира Ну, а Испания обыграла Исландию В итоге Исландию Которая как-то, каким-то чудом Просто прошла в 1-8 Ну и закономерно вылетела от Исланцев Ну, а у нас есть все шансы пройти дальше В 1-4 Мы играем со сборной Швеции Ну, тут без замен Будем играть основным составом Было время у наших ребят отдохнуть Ну и видим состав Знакомый нам состав сборной Швеции Это серьезные ребята Нельзя относиться к ним с недооценкой Тем не менее Это команда из всех возможных Именно та команда, которую мы можем обыграть Равный соперник Ну что ж, приступаем Малиновский На фланг отдает на Цыганкова Цыганков смещается в центр Еще идет центр Цыганков Пробивает по воротам Ну, такое ощущение, что Шведы будут давать нам играть сегодня Посмотрим, конечно, как будет дальше Но пока не так они остро пресингуют Зинченко идет к воротам Отдает на ногу Нога Дальше под удар уже Шапаренко Ну и Цыганков стреляет по воротам От Линделев Мяч покидает поле И это угловой Лежал он на земле вратарь Цыганков это все видел Но Бить бы по воротам Витя Гуляй нога Дает на прорыв Цыганкову Ну Какие-то провалы на флангах У шведов А это чревато для них пропущенными мячами И Шапаренко Ну, Яремчук Фуууу 1-0 Забарный Просто обокрал игрока Швеции Шапаренко видит Он рывок Яремчука Из глубины поля Роман идет к воротам Фентит Яремчук Отдает назад под удар Но неудачно Отдача в центр нашей штрафной Внимательно играет защита Шапаренко тут бы не Привести к атаке на свои ворота Но в итоге мы выходим в отличнейшую Контер-атаку Зинченко с мячом Ну и правой стрелять Ай-яй-яй Центром пытаемся мы пройти К воротам Швеции Какая комбинация Малиновского выводят на ударную позицию Малиновский в ближний пробивает Снова подача тугого флажка Проигран воздух В штрафной, но мяч у нас Шапаренко Зубков может стрельнуть слева Отбивает Ольсен Ну и он первый же на мячей В грудь ему влетает кто-то из наших Но встает Это был Руслан Малиновский Но встает Ольсен, отправляет мяч в игру И этим мячом, собственно говоря, завладеваем мы Но ненадолго Зубков обрезается Это опасная атака уже на наши ворота Ребята, нужно просто выносить Ну и пошла такая уже Жесткая мужская игра В центре поля В которой мы выходим, собственно говоря Победителями Отлично снова комбинируют Наши ребята Гуляй нога Швеция снова растеряна у своих ворот И это второй должен залетать Спокойно мы разыгрываем 2-0 Но это легкий соперник, откровенно говоря Пока что в одной восьмой И мы уходим на перерыв Шведам есть о чем подумать А мы можем просто спокойно попивать коктейли Охлаждаться, отдыхать И уже потихоньку думать об одной четвертой финала Если Швеция, конечно, не включится во втором тайме Хачараба вступает в отбор Красавчик Мы выходим в очередную свою атаку Зинченко, кого он видит Шапаренко снова выходит на ударную позицию Пытается накрыть его защитник Швеции Ничего не получается Малиновский на мяче Удерживает Руслан мяч Отдает немного назад Гуляй нога Снова Шапаренко Шапаренко на Зинченко Ну и Зинченко пробивает В руки Ольсена Здесь будет первым Хачараба на мяче Спокойно Хачараба разбирается с своим оппонентом Шапаренко очень активен Оля в этой игре Малиновский Разыгрываем Мы снова переводим мяч на фланг Швеция просто стоит и думать, что же ей делать Ну подача, откровенно говоря, плохая от Сиганкова Но, тем не менее, снова Витя с мячом На этот раз низом попытаемся довести дело до удара Раскатываем, раскатываем и мяч И Гуляй нога уже левой пробивает И рикошет угловой будет Гуляй нога Передача от углового Проигран вверх Но снова подбор в центре Зинченко Спокойненько мы играем Хорошо Цыганков Малиновский Убирает защитника Выходит под удар Но успевают накрыть его левую ногу Ну что, 63-я минута матча Пора освежить Дать поиграть ребятам Довбик Ну, возможно, это единственный момент в этом чемпионате Когда Довбик сможет сыграть Шапаренко, он сегодня хорош Но нужно дать поиграть и другим Безус выходит вместо него Ну и Ермола Ермола выйдет А, простите, замен у нас больше нет Это же, естественно, Ермола не выйдет Безус сыграет на острие А тем хочет сыграть Роман Безус Он хочет сыграть сапом Вот так вот мы сыграем, пожалуй Гуляй нога Не может найти себя На этом поле Ну и ладно Пусть будет так Степаненко Ах, видео он рывок По правому флангу От Романа Безуса В итоге обрезка В итоге Швеция Выходит на наши ворота Это опасно Хорошо, что такая передача Пошла немного не туда В итоге шведы зарылись в этой атаке А мы выходили бы в свою Если бы снова не обрезались Но мы как будто усердно ищем момента для Швеции И хотим, чтобы они один мяч отпитали Но нужно выходить внимательно Хачараба Нет Александр Изак Выбарывает этот мяч И угловой Безус флангом Безус просто же от своих А почему бы и нет И мяч достается Малиновскому Тому пробивать неудобно Передача на Зубкова И что положение вне игры А хорошо раскатали Очередная атака Швеции Очередная бездумная передача В нашу штраф Ну гуляй нога Аккуратно надо играть Вот пока Швеция В этой одной восьмой Выглядит откровенными пассажирами Непонятно Как они вышли вообще со своей группы Разрываем их просто раз за разом Цыганков уже без силу Рвется к воротам Но есть еще сила на удар У Вити Ну и ставит он точку Я думаю в этом матче 3-0 Но тем не менее Швеция не отчаивается Хотят они хотя бы Гоу Престижа забить Но Кущан тут Спокойно выходит И забирает мяч Ну еще одна атака Швеции Настырные Настырные Скандинавы Но все Судья дает финальный свисток Мы в 1-4 чемпионата мира Друзья Легкая победа Не ожидаем мы соперника Вот они Вот они Наши герои Потрясающее зрелище Мы наблюдаем Радуемся мы Вместе с нашими болельщиками С нашей сборной 1-4 чемпионата мира Сборная Германии Это конечно сильно Мы видим что Тимо Вернер Перестал забивать Тимо 5 мячей на его счету И Римчук его уже догнал Ну и собственно говоря Сойдутся бомбардиры Вочные дуэли На поле В четвертьфинале Тимо Вернер Пагин Мюллер Санэ Горецкая Кросс Эш Гнабри Гюнтер Хуммерс Люди Герки Мих Тэрштеги на воротах Такой состав Сборная Германии Сыграет против нас Ну а наш состав Вам всем известен Гнабри Сразу атакуют Германия Очень опасно Быстро работают немцы С мячом Это вам не шведы Горецкая Синченко Фассируется перед мячом Вернер пробивает Но Бущан Опасная подача В нашу штрафную Пробивает Рюдигер Бущан уже дважды Вступает в игру На первых минутах Этого матча Ну а вступит ли в игру Наша атака Какая обидная обрезка Рюдигер Санэ Снова мяч у Тимо Вернера Тот отдает на Гнабри Тот на Санэ Тот на Люлеру И Бущан спасает И Вернер пробивает Уже Сугуа Вова Суета в нашей штрафной Но Бущан на мяче Ну что Выйдем ли мы Со своей половины поля Вообще сегодня Друзья Не получается пока Очередная атака Сборной Германии Но на этот раз Внимательна защита Это Матвиенко Сыганков Ну не можем мы Просто и двух пасов Связать Закрыли нас На нашей половине поля Комбинирует штрафной Немцы как хотят Но слава богу Положение вне игры Нам нужно выдохнуть И подумать над тем Что происходит на поле Очараба Отправляет В забег Гуляйногу Наконец-то мы получаем На половине поля Германии мяч Гуляйнога Это наша короночка Ай-яй-яй-яй Но тем не менее Право на аут Мы получаем Зинченко Хорошо играет Александр Шапаренко Разворачивается Штрафной Буквально Шапаренко Передача на Ремчука Теперь мы комбинируем Уже в штрафной Германии Нужно было забивать Цыганков Но положение вне игры Вернер Нуууу Тимо Как он умудрился Пробить в этой ситуации Зинченко Нужно спокойно Выйти в свою контратаку Немцы начинают Заигрываться Мы можем их наказать На остром выпаде Яремчук Ну не видит никого Яремчук Пробивает поворотом Азубков Шел параллельным курсом Хорошо Ошибается уже Лерой Санэ Зинченко Гуляйнога Просит передачу Получает ее Гуляйнога Ну и что мы сделаем На этот раз Яремчук Что там Нет положения вне игры Мы выходим вперед Вот так вот немцы Добрый вечер Это Украина Тони Кросс Вернер Хотят немцы уйти Отыгравшись в первом тайме На перерыв Но Вернер пробивает Мимоворот Из любой позиции Буквально бьет Тимо Вернер Поворотом Мяч от Эрштегена Ну и Мы встречаем Свисток на перерыв На половине поля В бодной Германии Мы уходим В раздевалку Ведя в счете Ну и нельзя Не сказать Что это было Не без доли Везения Буквально в двух атаках Мы поучаствовали В первом тайме Ну и удалось нам Забить все-таки Гол Ну а Германия Имела уйму моментов Но пока что Ноль на счету немцев Горецка Вернер Санэ Вернер Ну что будет пробивать Вернер Нет он отдает на Горецку Тот пробивает И 1-1 Немцы сравнивают счет Вернер Снова начал Начал играть Тима Вернер В подыгрыше На фланг он опускается Раз за разом Мюллер Это опасно Матвиенко Внимательно Ну что Будет ли контратака Ну какая контратака Если Еремчук играет В центре поля Тем не менее Зубков получает мяч Там есть Там есть Нет Это гуляй нога Это не цыганков Это гуляй нога По флангу 2-1 В итоге Замыкает Димуля Этот прострел Ай-яй-яй Это опасно Ну Бущан Красавчик Ну нужно страховать Жору Ух Мюллер Пробегает мимо мяча Вернер Уже на правом фланге Просто набросился На нашего защитника Но тут Матвиенко Спокойно Спокойно Можно выйти в контратаку Ребята В контратаку Которая просто Похоронит Сборную В Германии Гуляй нога А никто не бежит Вперед Гуляй нога Видит он Зубкова На правом фланге Получает мяч Зубков Отдает на Шапаренко Шапаренко Видит Все того же Ногу Тут пробивает В ближний угол Передача Передача Гуляй нога Босс заняла шестое место в чемпионате испании выходит в полуфинал муди аля в итоге еремчук забил а тима вернер едет домой а мы играем в полуфинале с голландии давайте посмотрим вторую полуфинальную пару который франция франция ждет нас нас или сборную голландии финале чемпионата мира но уже мы вы прыгнули выше головы пожалуй не знаю каким чудом если честно мы обыграли германию немцы просто миллиард моментов и пароли но в итоге свое не забили а мы были неплохие у ворот соперника ну что ж смотрим на состав сборной голландии мэнфис депай малин берху из ван дебек рейна лдун дейон блин ван дейк долет дюмфриз ну и никто флекин стоит на воротах у сборной голландии у нас знакомые лица мы приступаем к полуфиналу чемпионата мира в принципе мы играем уже налегке даже если проиграем обижаться мы конечно же на судьбу не будем мы уже получили куму положительных эмоций по ходу этого турнира дошли до полуфинала поэтому теперь можем играть просто свое удовольствие очень быстрая атака у сборной голландии могут наши ребята конечно не успевать ну не менее быстрая атака была у германии дюмфриз мячом крайний защитник голландцев малин малин исполняет верно пробивает просто в любой ситуации тут бы не обрезаться хорошо мы выходим из-под прессинга и цыганков уже рвется по своему флангу цыганков он видит рывок еремчука еремчук получает передачу он видит свою очередь шапаренко ну и тот кладет мяч ворота сборной голландии ну как-то очень легко все у нас получилось 1-0 мы повели как я и говорил просто играем в свое удовольствие еремчук не пожадничал красиво посмотрел увидел что там один шапаренко ну и тут просто противоход пробивает неопытному вратарю сборной голландии кто этот молодой человек я не знаю но мы знаем кто такой поля шапаренко 1-0 бергвейст обходит зубкова тот палит штрафной увы ну просто спотыкается от него игрок сборной голландии это пенальти обидно обидно ну и собственно говоря обиженный будет исполнять ну ты чего неуважение к бущину бущан тут подойдет еще и плюнет в лицо игроку сборной голландии ну и начнет свою атаку сборная украины забарный вперед туда на шапаренко но все зубков видит зубков все видит он видит гуляй ногу гуляй ноги хватает скорости боже мой еремчук матвиенко просто сожрал своего оппонента матвиенко ну и выходим мы спокойно спокойно играем напоминаем себе что в принципе мы просто сегодня играем хороший спокойный футбол никакой груз ответственности на нас уже не висит сай-ай-ай-ай зинченко матвиенко а чараба ну как-то встали голландцы за это можно и наказать ну какой небрежный пас от гуляй ноги ай-яй-яй подкат но тут зинченко должен был подстраховать своего партюра это и делает саша ну просто как он на опыте просто подбирает этот мяч ну и мы выходим свою атаку и зинченко уже впереди просит передачу саша зинченко там шапаренко ну что будет еще один не ну что-то я вам скажу под расклеилась сборная галантий как-то они в шоке в каком-то находятся нога 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 удерживает мяч гуляй нога сиганков что придумает витя витя уже ну витя пентит в итоге мяч достается гуляй ноге кто-то дает на шапаренко ну просто издевательски мы удерживаем мячи на половине поля соперника передача в штрафную но не туда абсолютно отдавал шапаренко сыганков подкатит или блин ветераны на уду тут страху и друг друга защитники забарный хорошо четко сыграно спокойно ну и пока что свисток на перерыв у пока все под контролем 1-0 мы ведем по атаковал вначале голландия ну потом пропустили они мяч ну и под сдулись они как-то в некотором шоке находятся ребята в оранжевой форме но у нас все хорошо и мы идем отдыхать о буща спокойно мы выходим из атаки спокойно ребята спокойно малиновский видит он рывок гуляй ноги но не получается передача в атаке голландии это опасно могут в любой момент взяться за дело голландцы но пока мяч уходит на угловой берквейс опасно мэмфис депай укрывает мяч корпусом депай снова получать между по это малия ну и фачараба здесь мастерский а что там у вас защите голландцы не слишком ли большими силами вы пошли вперед сейчас мы вас проверим там сзади зубков ну что короночку зубков ай-яй-яй саша но мяч еще у нас они в сайт лето не в сайт попытка забросить за скаму цыганкова но тот внимательно отыгрывает на гущина ну и гущан со своей защитой мы выходим мы не спеша выходим в атаку главное не обрезаться малиновский можно в центр отдать на динченко динченко снова на малиновского тот выходит на ворота видит сзади партнера дает на римчука 20 70 минута на циферблате мы очень очень близко к финалу зи ай-яй-яй динченко вроде был фол хорошо играем дальше динченко видит он зубкова снова провал голландцев по флангу шапаренко на малиновского вот такой вот розыгрыш но это уже начудили наши ребята венка спокойно назад на забарного забарный на хачарабу сегодня в этой встрече хотел сказать что бетону на сзади но как же не взять и не привести на свои ворота момент а может быть даже и гол ну да 12 83 минута голландцы еще могут поиграть футбол время есть хорошо хороший перехват от зубкова но валя того на землю судья не дает свисток что поэтому была мужская справедливая честная борьба тем временем мяч отправляется на фланг и 87 минута матча ах как бы не накаркать что-то я там жужжал про слабых соперников про легкую игру про то что в принципе ай-яй-яй фух то что в принципе то мы свое дело сделали играем свой футбол но уже то на 89 минуте шаги просто от финала не хочется упускать этот шанс сыграть в решающем матче чемпионата мира мы выходим свою атаку думаю тут нужно все удерживать мяч ай-яй-яй не проходит от поля передача такая вот врезающийся просто в штрафную голландии но мы мы-то проходим финал чемпионата мира друзья где нас ожидает сборная франции ребятки за финал чемпионата мира с вас всех по лайку обязательно у меня уже рука просто занимела столько шпилить но мы приступаем финальному матчу со сборной франции заглянем конечно в таблицу бомбардиров одним глазком роман еремчук в итоге возглавляет ее семь голов на счету романа из французов тут никого и рядом нет он пункт всего три мяча и судя по всему роман еремчук уже оформляет звание лучшего бомбардира чемпионата мира золотую бутсы уже можно вручать роману еремчуку но мы отправляемся на финал серьезнейшая команда против нас выставлена дешамом бензима бопен кунку атакующая трио франции бензима который нас реализировал составе мадридского реала в чемпионате испании фикир кантэ чуами них команд полузащита варан кимпомбе фамикана смотрите как играет 352 играет дешам но это будет интересно ну и что наши ребята уже в принципе сбросили на весь груз ответственности со своих плеч финальный матч ну проиграем да и ладно мы в финале чемпионата мира сборной украины финале чемпионата мира ну конечно если мы выиграем это будет номер и вот он этот заветный трофей кубок top pad mondial дорожка дорожка которую преодолели команды финалу ну почему-то финале мы видим какие-то непонятные флаги там испания голландия а видимо это был матч за третье место ну а теперь лицезреем игроков и слушаем гимн украины сосредоточенное лицо у капитана зинченко у нашего капитана ну чтож бой просто матч жизни безусловно это мать жизни для каждого игрока нет тут никакого не до настроя нет никакого ощущения того что дело сделано в финале чемпионата мира нужно играть только на победу можно отдать все силы на поле пока что мы в своей атаке зубков пробивая баба ну тут спокойно матвиенко на перехвате не обрезаться бы но мы обрезаем сам кунку бенземак команд сова кунку и тут мбаппе мельтешит мяч этим быстро не успевает наша защита забарный накрывает удар игрока сборной франции но тут нужно накрывать и подбор мбаппе с мячом повисли над нашими воротами буквально французы бензема раскатка с фикиром что мяч влетает в ближний угол гущана мы пропускаем набиль пикер цыганков флангом отлично уходит просто от подката защитника франции ну с ноги у еремчука снимается буквально мяч зинченко идет к воротам саша отдает на малиновского малиновки на ногу нога на цыганкова тут снова подает на еремчука и снова мяч не доходит до нашего бомбардира зинченко ну вот и мы повисли на воротах француза цыганков не было положения вне игры но не дают подать цыганкова вот здесь вот может через третьего мы разыгрываем мяч у зубкова пробивает у правой ногой у ее ее ей какой права в защите но хорошо что команд по флангу просто приходит нашим воротам на передача нам бп легчайший гол в наши ворота забивают французы 20 мы горим горим ну нужно отыгрываться здесь и сейчас как говорится потому что у ее и какая передача на шапаренко ну ну и гуща но нужно здесь на подборе играть нога хорошо что делает гуляй нога она спасает его забарный но все еще мяч в ногах у французов команд забарный шапаренко ну что нужна контратака яремчук видит гуляй ногу гуляй нога перед ним защитник девятнадцатый номер атакуется рафаэль варан отдает на малиновского передачу малиновский можно забивать руслан ну добивание зубков мяч летает сетку ворот это 2 1 мы в игре передача на бензима фух гущан выходит и на добивание уже хачарапа страхует одну минуту добавил судья возможно даст нам выйти в контратаку хорошо мы устремляемся в неё идем к воротам с франции это наша коронка сиганков передача в штрафную малиновский ну как так и на добивании никого нет шапаренко ну он свистит зачем ты свистишь мы пока перерыв могли мы сравнивать счет концовки первого тайма боппе забарный спокойненько спокойненько цыганков а вот там есть где разбежаться гуляй нога это контратака это очень опасно гуляй нога рвется к воротам гуляй нога видит поперечным курсом и римчука тот отдает на да боже ж ты мой отдают на малиновского но все-таки малиновский забивает как с такого угла ну казалось бы уже вернякову вот здесь вот отдавал до еремчук уже на пустые ворота должен был выкатывать но он отдал под острый угол за спину буквально малиновскому вы тут правой пробивает в дальний мимо вратаря и 2-2 малиновский первый мяч чемпионата мира забивает руслан и какой важный финале снова равен малиновский что нет фола на малиновска это опасная контратака в итоге судья мне кажется подыгрывает французам недавно в первом тайме доигра здесь он не свистнул ну и гущан спасает ай-яй-яй фунт мимо ворот свистит мяч хорошо зубков не более там положение игры судя по всему не было зубков завозился немного снова попытка выхода флангом в атаку цыганков гуляй нога там был положение игры видео этот цыганков не отдал вот здесь динченко ну тоже мудро сыграл динченко в итоге зубков хорошо мы комбинируем мяч под ударом шапаренко тот пробивает такой удар цыганков передача суголова мяч у нас здесь нужно спокойно не обрезаться снова отдать цыганкову мяч под левой он на дальнюю крути малиновский проигрывает борьбу ну и мяч османа дембеле тот отправляет его нам бп тут не успевает мячу цыганков нужно возвращаться назад и страховать своих в атаке в опаснейшей атаке сборной франции большими силами французы идут вперед мы вроде как успеваем вернуться но мяч все еще у игроков франции уже в нашей штрафной снова удар ближний угол и бущан на месте у ее это опасно малиновский придерживает мяч цыганков полят на нем но зубков просто выдираем и мяч с кровью с мясом и отправляется он на роман еремчука обладателя золотой бутсы чемпионата мира уже еремчук стреляет поворота цыганков но снова мы на мяче должны быть хорошо топоренко очень хорош сапоренко в последних играх в плей-офф ну и обрезается здесь поля передача за спину нашей защите но тут спокойно играет матвиенко последние минуты основного времени но уже никуда мы не будем думаю спешить две минуты добавил судья попробуем и выйти конечно в свою контратаку и возможно это будет решающая контратака в этом матче зубков мячом передача на еремчука и тот отправляет мяч в сетку ворот сборной франции времени у французов уже нет 32 мне кажется мы выиграли чемпионат мира по футболу да ладно просто уже в какой-то момент не хотел идти вперед в атаку но где-то как-то но получилось выйти в нашу короночку зубков прорвался по флангу отдал на еремчука 1 тот в ближний угол просто отправляет мяч французы в шоке просто находятся сейчас и на трибунах и на поле вас весь свести до судья свести ты-то не должен быть в шоке 32 ну что вам сказать сборная команда украины ликуем и ликует зинченко варан в шоке а что ты думал поиграл годик манчестер юнайтед ну и превратился вот в такое вот малиновский рядом с ним зубков но все красавцы просто чемпионы мира сборная украины ликуют болельщики на трибунах завели они компионы и компионы и перимония награждения зубков цыганков хачара базинченко все наши герои а тут и ярмоленко отсидевший комфортно на скамейке запасных гуляй нога руну гуляй нога посмотрите на его карьеру только-только из черноморца перешел в испанию станка деса и вот уже стоит рядом с александром зинченко со своим капитаном который подымает на своей головой кубок мира там где-то рядом с ними празднуют и роман еремчук лучший форвард этого чемпионата ему где-то там за кулисами должны вручить золотую бутсу уже две золотых бутсы к ряду просто в коллекции у романа еремчука лучший бомбардир чемпионата испании и лучший бомбардир чемпионата мира желто синее конфетти как приятно это наблюдать зинченко все не выпускает трофей со своих рук ну да и уже кому-то его подержать хватит на него дуть тянется там за бармену синченко по барабану он никого не видит а чараба гуляй нога все танцуют фейерверк над стадионом как апогей нашего ликования ну что ж финальное фото это поистине исторический момент для нашей сборной победитель сборная украины обладатель кубка мира ну а нам предстоит вернуться к будням чемпионата испании где нам предстоит решить уйму неразрешенных вопросов но решать их мы будем по традиции уже конечно же в следующем выпуске это был потнейший долгий путь финалу надеюсь вы насладились им спал на кто бы мог подумать что мы зайдем так далеко ну и в конце концов выиграем выиграем этот заветный кубок папа до мундиаль украина чемпионы мира я все еще в шоке сижу рука моя правая отваливается уйму мы серьезнейших соперников прошли ну самыми серьезными наверно боев были все-таки немцы где-то мы в первом тайме отскочили могли не забивать целую торбу и кто знает как бы там игра сложилась но тем не менее везет как говорится сильнейшим осеннейший на сегодняшний день в мире мы сборная украины тоже ребята ставьте свои лайки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу насколько это вообще реально в жизни чтобы сборной украины когда-либо подняла над своими головами главный футбольный трофей но мы будем прощаться до скорых встреч берегите себя все буду украина